очагов тв представляет здорово что тут интересно никого здравствуйте слушай что это у тебя на шапки за эмблема вот это а это от колледжа шапка а что за колледж я в полицейском учусь ничего ся ну покажи ближе что-то я не вижу что там нарисовано маленский колледж правоохраны и правосудие и герб смоленска прикольно слушай так ты чё будешь ментом да да получается сколько ты уже учишься год ты после девятого класса пошел или после 11 после 11 и сколько учиться надо два года тебе до 2 до но это как раньше называлась школа милиции да я правильно понимаю да слушай но это приравнивается к чему к техникум вода типа ну получается да так после него уже в университет можно ну да а ты кем будешь там ппс или ты в дпс хочешь чтобы взятки брать или это в розыск уже когда это уже когда в университет идешь выбираешь сейчас я общего направления ну ты же не обязан на тебе университет правильно не ну после университета я могу только именно в полить новый после колледжа могу именно только в полицию ну да а если куда-то в прокуратуру там или в дпс это надо уже направление в университете выбирать а что дпс это не полиция то что же полиция ну там надо определенное ну знания другие а мы про дпс ничего не проходим а ты ты собираешься в университет идти дальше да да а на кого на какую специальность скорее всего на судебную деятельность ты хочешь быть судьей возможно да а почему ты хочешь быть судьей знаешь у судей небольшие зарплаты да или ты за счет взяток и же ну думаешь подняться нет у меня папа судья а папа судья областном суде нифига тебе он у тебя прям прям судья областного туда да неплохо слушай но не папа а вот чем ну неважно ты же с ним живешь это 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 неплохая должность высокая и что у вас крутой дом машины там и так далее нет обычная квартира машина 1 ничего крутого нет дону в областной судья в россии до обычной машине ездят что-то что-то мне кажется ты забираешь немножко но необычная но хавал вы считаете обычная машина что это такое я вообще не знаю хавал марка не знаете такую хавал чё производство я вообще первый раз слышу в жизнь я не знаю честно чё производство я просто знаю что у него машина хавал ну китай наверное нет это не китайская а чё не знаю какая эмблемка не модель а марка машина какая марка хавал так а модель а модель я не знаю ну вот смотри есть например марка опель модель корса опель корса мерседес бенц это марка а там 320 это модель а у этого хавала что есть не знаю слушайте тебе надо в конную милицию знаешь одна голова хорошо две лучше мне кажется мне кажется на университет и никак не потянешь чувак блин с таким тугим умом если не знаешь элементарных вещей может быть я вам просто говорить не хочу это так я это понял совершенно верно ты не хочешь говорить потому что ты понимаешь что судья областной не ездит на какой-то кореновине а живет на наворованные взятки в хорошем доме с хорошими машинами и так далее может быть это у вас судьи живут на ворованные взятки а у вас нет а у нас нет она какие у вас живут взятки не на ворованные взятки а у нас живут не на взятки а на что живут на зарплату да покажи мне хоть одного судью в постсоветском пространстве но не считая там стран балтии которые в евросоюзе чтобы там хоть один судья не рассчитывал на левый доход рассчитывал только на зарплату давайте никто бы не пошел судьей работать ну это ваша позиция но хорошо какая зарплата у судьи посмотрите в интернете не ну я могу посмотреть но мне лень ты же ты же это должен знать я тебе поверю скажи какая зарплата у судьи я не хочу это обсуждать понимаю тема такая она на мозоль наступающая понимает возможно да ты же там хочешь стать судьей и тебе самому я уверен в этом у меня еще есть полтора года подумать еще есть время одуматься до того чтобы уйти в систему взяток да слушай но я с тобой согласен слушай а вот скажи мне ты тебе 18 лет есть правильно вот ты будешь до путина голосовать на выборы путина и вообще на выборы не хожу отчеты слушай ты учишься в ментовской школе собираешься быть судьей и ты не ходишь на выборы это не активная жизненная гражданская позиция не жизненная гражданская ну вот когда возможно я вырасту поступлю в госструктуру и это будет обязательством и может быть буду ходить сейчас не хожу обязательством ты знаешь это не это не является обязательством ни для одного человека никто не имеет права заставлять ходить на выборы но прости и ты прав кстати госструктуры сгоняют голосовать да госструктуры сгоняют это правда под угрозой увольнения там лишения премии и так далее тут я с тобой соглашусь а как ты считаешь это правильно возможно в какой-то степени нет а в какой степени да нет но может быть степени начальство которая рука которая сверху кто-нибудь подчиняет что если у вас хоть один сотрудник не пойдет то будет плохо и вот они заставляют своих ходить нет я понимаю какой степени это подставлять себя или нет ну если учитывать степень именно вообще то не в какой а именно со стороны тех кто заставляет то их тоже можно понять а зачем они а затем они заставляют зачем их сверху заставляют и зачем они заставляют как ты думаешь что были голоса а для чего чтобы определенный человек больше вероятностью победил а для чего даже не знаю наверно так надо вот так надо а для чего так надо я я тебе могу дать ответ если у тебя нету давайте вот смотри для чего так надо ты абсолютно прав сверху заставляют более низкое звено более низкое звено там заставляет еще более низкая близко заставляет вас идти голосовать да ну вас не тебя лично там год служащих да потому что знаешь для чего для того чтобы твой отец то твой отчим точнее мог спокойно беспрепятственно брать взятки вот для чего это нужно а то представь себе придет президент который не разрешит этого делать прикинь как как твоему отчиму будет житься как это про взяткой что как это ну что если придет новый презде ты прервал сиди придет на ребенку что поддет новый президент прикинsed новый президент запретить брать взятки и экономик Взятка упадет, и все. Слушай, а ты считаешь, что взятки являются толкачом экономики? Ну, если они уже несколько лет, десятков лет существуют, и резко они пропадут, то да. Так а может наоборот, если резко пропадут взятки, то наоборот будет толчок экономики для развития? Ты не считаешь так? Не приходила тебе в голову такая мысль простая? Если резко пропадут, то нет. Возможно, постепенно как-нибудь, то да, будет лучше. Вот так ты думаешь. Хорошо, а если придет президент, который постепенно начнет закручивать гайки и прекращать взятки, может для этого все-таки власти заставляет вас идти голосовать? Ну, может быть и так. Может быть и так. Понятно. Что это за перец там подглядывает? Это друг. Это я друг, да. Понятно. Слушай, друг, а у тебя кто папа работает? Папа у тебя не судьей работает? Нет, у меня папа работает крановщик башеного крана. Вот, слушай, это и то, мне кажется, ты знаешь, он зарабатывает неплохие деньги и с наспокойной совестью спит ночью. В отличие от судьи, правильно? Ну да. Слушай, ну вот эта семья, у которой у него отчим судья, они же круче живут, чем ты, сын крановщика? Ну, вообще, чуть круче, да. Чуть круче это во сколько? Пять раз? Ну, чуть-чуть круче, да. Покруче, да. Ну, я... Прям в пять, ну. Ну, хорошо. То есть видно, что больше все может позволить. Ну вот, видишь. А если мы посмотрим на зарплаты судей и крановщика, то крановщик, я думаю, получает больше. Как ты можешь объяснить вот эту несостыковочку? Не могу объяснить. Я не знаю. А ты, который в шапке, можешь объяснить? Ну, я... Нет. Сколько зарплаты у крановщика? Ну, спроси у своего друга, сколько его отец получает? Сколько? Сколько отец получает? Серьезно. Да шо ж такое... Нет, только не прерывайтесь. Плиз, не прерывайтесь! Алло! Ой, блин, неужели прервалась связь? Жалко. Хороший был вопрос. Самый главный на самом деле. И ответа на него мы... Да, прервалась. Ответа на него мы так и не услышали. Но, вы знаете, мы с вами ответ не услышали, но он очевиден, естественно. Сколько получает крановщик башенного крана? Башенный кран это... Ну, заметьте, почему я сказал, что там высокая зарплата? Потому что это повышенный риск. Потому что, если башенный кран падает, а это случается, то и, как бы, мягко говоря, не знаю, какой шанс выжить у крановщика при этом. Поэтому я думаю, что он получает больше, чем судья. Напишите, кто знает, сколько получает крановщик башенного крана? И сколько получает судья? И почему семья судей живет заметно лучше, чем семья корановщика? Субтитры сделал DimaTorzok